Приветствую вас, мои дорогие царицы, императрицы и просто богини, а также их спутники мужского пола. Я Диана Владя, нумеролог по отношениям и сексолог с практикой более трёх лет, и вы на моём канале «Секс и цифры». И сегодня я хотела бы рассказать о мою любимую шестёрку, потому что я сама шестёрка, я очень люблю эту цифру. Итак, рождённые 6 числа, 15, 24, а также люди, имеющие число судьбы 6, как у меня, сегодня видео для вас. А также своё число судьбы вы можете посчитать, это очень просто, в одном из видео на моём канале «А кто такие шестёрки?». Это очень интересное число судьбы и вообще цифра, очень сексуальная цифра, с одной стороны. С другой стороны, она достаточно закрыта, может быть закрыта, холодна, может быть даже какое-то отчуждение в ней, такая прохладность, холодность присутствовать. Всё это в ней сочетается, в одном человеке. В шестёрке сочетаются две стороны. С одной стороны, она монашка, с другой стороны, она, прости господи, женщина лёгкого поведения. И всё в ней, в одной натуре, складывается очень органично. В детстве шестёрки очень мечтательные, наивные, застенчивые. Такие вот все в каких-то мечтах, в своих иллюзиях, в ромашках. Но по мере возросления с годами, женщины шестёрки, ну, собственно, как и мужчины шестёрки, тут без гендерного разделения особенно, становятся очень рассудительными, практичными, выгодоискателями. То есть они во всём ищут такой прагматизм. Но это не умаляет их сексуальности. Сексуальность шестёрки с годами только раскрывается. Они становятся более чувственными, сексуальными, развратными в самых негативных, в кавычках, проявлениях. Для меня нет позитива и негатива, для меня приемлемо, в принципе, всё, что не противоречит УК РФ. Таким образом, в этом числе судьбы, в этой цифре можно найти всё. Это и домашние женщины, хозяйки, наседки, такие очень заботливые мамы хорошие, классные жёны, верные. И с другой стороны, это такие очень горячие, свободные, распутные в хорошем смысле слова женщины. В общем, настоящие, как это называется, настоящая дочь Евы. И в любом смысле можно сказать, что мужчинам, которым достаётся такая женщина, им очень повезло. Потому что, как минимум, две ипостаси они могут обнаружить в этой женщине, которая может быть всегда очень разная для своего мужчины. Как заботливой и верной матерью для детей и женой для своего мужа, так и подругой, соратницей, любовницей и, в общем, многими-многими другими ипостасями. Есть, конечно же, негативные стороны у шестёрок. У шестёрок проблема с выбором по жизни. То есть, ей сложно, этой цифре, шестёркам очень сложно выбирать. Она всегда колеблется. Та ли пара туфель, тот ли мужчина. Она всегда до последнего будет сомневаться. И если она не может сделать выбор, то она предпочитает ничего не делать, пускать всё на самотёк и отдаётся полностью на волю обстоятельств. С одной стороны, если смотреть это с точки зрения женской ипостаси, может быть, это и неплохо, такая пассивная позиция в отношениях с мужчинами. Но если это мужчина-шестёрка, то он становится более в сабмиссии, в подчинении становится. И здесь уже женщина с мужчиной-шестёркой должна брать бразды правления в свои руки и верховодить им. Например, такие женщины, как единицы или десятки, о которых я говорила в предыдущих видео, им подойдут мужчины-шестёрки. А женщинам-шестёркам подойдут любые мужчины, которые обладают вот той самой хваткой, силой воли, лидерскими качествами, которые просто вот приходят, берут её и, как говорится, пришёл, увидел, победил, и она сдалась. Потому что она в этом плане, в плане отношений с мужчинами, она очень податлива. Она и в сексе больше подчинительная, нежели чем доминирующая. В доминанту она тоже может в сексе поиграть, но это скорее такая ролевая игра и что-то такое для разнообразия. Её суть, её нутро всё-таки подчинение, и она это делает очень вкусно, красиво. Не потому что играет, а потому что у неё такое нутро у шестёрки. Истинная Ева или дочь Ева, как её называют, истинное наслаждение и праздник для мужчины. Но с негативным вот этим качеством, проблемой с выбором, да, ей нужно будет работать на протяжении всей жизни, то есть взвешивать все за и против, всё-таки учиться в каких-то моментах делать выборы, выбор не только в отношениях, а вообще в любой ситуации в жизни, потому что вся жизнь есть выбор, и нам нужно научиться выбирать, а не покупать по две сумочки и по четыре пары обуви, как я обычно это делала раньше. Пишите, пожалуйста, в комментариях, узнали ли вы себя. Будет очень интересно получить вашу обратную связь и какие-то комментарии, любые, позитивные, негативные, и отвечаю на всё. Всех люблю, целую. Ваша Диана Владимировна.